Дневной разворот Вступление в должность Согласно устава города Состоится 5 октября А пока я вновь избранный Глава Но не вступивший В законные права Вновь избранный глава города Но пока еще не вступивший Я предлагаю просто назвать Еленой Васильевной Я думаю, что давайте мы уйдем От каких-то формальностей И нам будет так проще общаться Давайте анонсируем, тем более, что вы приглашение уже принесли 5 октября состоится Вступление в вашу должность Инаугурация Если не ошибаюсь, руководитель городской избирательной комиссии Вам вручат нагрудный знак Устав города Как это обычно проходит? Напомните Инаугурация это достаточно формализованное мероприятие Здесь я полагаю Никаких отклонений от сценарного плана Не будет Это официальное мероприятие Действительно Представитель избирательной комиссии Озвучит еще раз результаты То, что депутаты проголосовали И избрали меня главой города Далее по сценарию Я даю кляхтву То есть соблюдать законы Российской Федерации Областные, городские решения Ну и работать исключительно в пользу людей Ну это я так как бы своими словами говорю Понятно, что там текст у вас будет перед вами Действительно у нас есть атрибуты города Которые очень серьезные Это лента Это нагрудный знак Все это будет присутствовать А далее придут уважаемые люди, гости И я попросила Несколько слов сказать И представителя торгово-промышленной палаты Николая Михайловича Липатникова И выступить от общественности Александра Александровича Галецкая Буквально по несколько минут И от ассоциации муниципальных образований Ну я безусловно Не говорю о том, что Будет Игорь Владимирович Васильев Это естественно губернатор даст на путстве И мне и еще раз всему составу городской думы Владимир Васильевич Быков От областного законодательного собрания От федеральной как бы власти Владимир Владимирович Климов Главный федеральный инспектор Да, главный федеральный инспектор То есть это достаточно регламентированное такое мероприятие Но необходимое для того, чтобы вступить в должность Я ничего против не имею Считаю, что это важное событие Не только там для вновь избранного главы Но в первую очередь там для всех И мы таким образом Я считаю Уже делаем первый шаг Для того, чтобы мы все объединенно Общество, бизнес, власть Местная, областная, федеральная Мы все начинаем работать В одном едином коллективе Или как я люблю говорить Команде Потому что задачи будем решать вместе Волнуетесь, волнуетесь Володь, у меня вопрос возник По ходу дела Я тоже хочу поделиться Кстати, дело в том, что вот эти атрибуты нашей городской власти Там лента и знак Знак вот явно Когда изготавливался Он такой предполагался на широкую мужскую Не рассчитан, вы считаете? Да, да, да Не тяжело будет, Елена Васильевна Да я думаю, справлюсь, Николай Справлюсь Тем более, это же не означает Что я вот должна ежедневно носить на груди Я его, так скажем, примерю И тут же, безусловно, передам на хранение И дальнейшее уже, так сказать, использование Впоследствии Ну, это атрибуты города Волнуетесь? Вот последние дни, Елена Васильевна Знаете, психологи используют такой термин Зона комфорта Зона комфорта, да Вот когда человек хорошо Все у него идет Своим чередом А тут столько перемен Вот вы сейчас в своей зоне комфорта Входите Вот вы знаете, я хочу сказать Я волновалась Вот А вот сейчас Как-то вот мозг начал работать И фиксировать А что надо сделать в первую очередь А что потом На чем сейчас сакцентировать внимание И я вот думаю сейчас Вот это вот Не обижу Ажиотаж Средств массовой информации По поводу вот каких-то комментариев Первых самых там Встреч, обмена мнений пройдет И мы войдем В нормальный режим работы И для меня очень сейчас важно Вот войти уже С предложениями И конструктивными предложениями И мыслями Чтобы мы Все депутаты Сразу могли Вот Правда Начать работать У нас до конца года Во-первых Времени очень мало Предстоит и принятие бюджета И корректировка Допуская Каких-то муниципальных программ То есть Работы вот сейчас Будет очень много Нам надо Очень быстро Я считаю Включиться в эту работу Давайте по порядку пойдем По тем темам Которые мы говорили И которые затронуть Сегодня в эфире решили Да, вы неоднократно уже сказали О том, что Гурдума должна работать Как одна команда Единая целая Каким образом Собираетесь этого добиваться? Ну, во-первых Смотрите Мы прошли все избирательный процесс Безусловно В процессе избирательной кампании Были борьба За избирателя За перевес От одной партии Другой И соответственно Там использовались Разные механизмы Вот Я уже сказала депутатам На первом заседании Давайте мы это все Оставим в прошлом Сегодня Люди, граждане Доверили нам Их право Представлять Их право Представлять Работа в городской думе Поэтому Давайте мы не будем Зарабатывать очки Для фракций партийных А сосредоточимся На конкретных делах И тех наказах Избирателей Которые мы все принесли сегодня И имеем достаточно большой их объем И будем работать То есть первый посыл Мы забудем О партийной принадлежности депутатов Мы будем работать Как одна команда Второй посыл Мы не должны встречаться Только на комиссиях И пленарных заседаниях Городской думы У нас и месяц там Где-то получается Да Мы должны Сегодня мы сформировали Постоянные комиссии Мы их сформировали Для того Чтобы комиссии Начали активно Сейчас работать Что хочу Хочу Чтобы председатели Комиссии И вот буквально сегодня В городской думе Попросила аппарат А давайте мы запросим У всех депутатов Какие они считают Необходимы сейчас вопросы Включить в работу комиссии Вне зависимости от того В какую они комиссию записались Далее Когда мы соберемся Вот уже второе заседание Будет городской думы Комиссии соберутся И по направлениям Социальный Транспорт Имущество Мы эти все Рассортируем Аппарат Вопросы И мы должны Сформировать план работы До конца года Три месяца Квартал у нас есть Мы не должны Сидеть сложа руки Мы должны Отобрать Один Два Если это небольшие вопросы Может быть побольше А если это крупные Которые требуют Серьезного анализа Проработки А может быть И формирование Какой-то рабочей группы Может быть Будет и один Такой Но серьезный Вот Поэтому Вот это мы должны Сделать А далее Мы должны Включиться Активно В эту работу Уже Те депутаты Которые Изъявили Желание Работать В тех или иных Комиссиях Они должны Там работать Я понимаю Абсолютно Что люди Не на профессиональной Основе Исполняют Свои Так сказать Депутатские Обязанности Но тем не менее Если уж Мы сказали Что мы Хотим И мы Будем Работать Мы должны Как-то Совмещать Это со своей Основной Деятельностью Здесь все-таки Городские Депутаты Нет таких Сложностей Как у областных Где надо Куда приезжать Конечно Да То есть мы Все равно Все компактно Проживаем В городе И у нас Есть возможность Вообще Собираться Я считаю И обсуждать Не в рабочее время А как раз После рабочего времени Чтобы люди Могли спокойно Переключиться На депутатские дела То есть я Так правильно Для вас понял Что вот как бы Повестку такой Работы На ближайшие Три месяца Вы предлагаете Депутатам Сформировать Самим Я предлагаю Собрать сейчас Их предложения Ну а как Мы же должны Мы же коллегиальный Орган Николай Мы должны Все решения Вырабатывать И обсуждать Коллегиально Мое глубокое Убеждение Я как депутат Буду предлагать Вопросы Каждый депутат Также будет Предлагать вопросы И дальше Мы будем обсуждать Будем обсуждать И принимать решения Я считаю Это наиболее Правильный формат Позвольте Я еще Про партийную Принадлежность Все-таки упомяну Сказали Да что одна команда И должны забыть Собственно Про свои партии Вот в Кировской Гордоме Шестого созыва Есть представитель Теперь коммунистов России Николай Барсуков КПРФ уже Не постеснялась И заявила О том Что мы не будем Работать с этим депутатом Зуб Имеют коммунисты КПРФ На коммунистов России Ну вот вы знаете Как раз моя задача Как председателя Городской думы И вот эти Предубеждения Партийные Вот их свести Так сказать Минимизировать Мы должны Работать Не внутри Так сказать Кто главнее Вот что-то там Предположим Так сказать Какие-то вот Претензии предъявлять Да Друг другу А работать на Одно дело И если все-таки Кто-то из депутатов Продолжит На моем понимании Себя вести Не очень корректно И все время Выпячивать Свою партийную Преднадлежность Я думаю Что мы Будем Избирателей Тоже об этом Информировать Есть еще Комиссия по этике Депутатской Комиссия есть По этике По депутатской Но это уж Крайний случай Если мы перейдем Условно говоря В рукопашную Я шучу Конечно Кто его знает Шучу конечно Нет Но я хочу сказать Что понимаете Жители от нас Не этого ждут Ну давайте мы Все-таки работать Давайте актуализируем Опрос Который Есть у нас На сайте На нашей строительстве Вконтакте Он с четверга Когда у нас Депутаты Нового созыва Приходили У нас тут Такая представительная Беседа была У нас были представители Справедливой России ЛДПР Коммунисты Как мы к этому Не относились Но женщина Главой города У нас стала Вообще В первая история Этого древнего Нашего города Не было такого Поэтому вопрос Был очень такой Простой Понятный Эмоциональный Женщина Во главе города Кирова Это двоеточие И пять вариантов ответа Превосходно Со знаком восклицания Хорошо Ничего особенного Плохо Плохо И Ой не знаю Ой не знаю Не знаю Мол надо еще Посмотреть Подумать У нас четверг Сильно ли все изменилось Смотрите У нас на странице Вконтакте Проголосовало Почти 800 человек На первом месте Ничего особенного Считается Я вообще считаю Что это правильный ответ Вот я бы Присоединилась К этому варианту Ответа Ой не знаю Не знаю На втором месте Вариант ответа С той точки зрения Что надо посмотреть Тоже Прямо логично Да На третьем месте Хорошо Елена Васильевна Считают И на нашем сайте Хакирова.ру Ситуация следующая Лидирует Вариант ответа Сейчас Загляну туда Ничего особенного Тоже ничего особенного На первом месте Давайте сейчас Небольшую паузу сделаем И продолжим нашу беседу Продолжаем наш разговор С Еленой Ковалевой Еще раз напоминаем Что Официальное вступление В должность Главы города Будет В этот четверг Пятого числа В городской администрации Кстати В зале заседания Городской администрации Администрации Елена Васильевна В общественной палате Нашей региональной Есть О нем не очень знают Об этом рейтинге Но все-таки он есть Некий рейтинг Членов общественной палаты Их эффективность То есть работают они Не работают Вот в частности Там есть такой критерий Как количество выступлений В СМИ Некий рейтинг Тоже в отношении депутатов Не планируете Планируете ввести Вот какие-то прописать Не знаю Обязанности Вот кроме того Что будете собирать Предложения Смотря что это будет Все-таки И иметься в виду Рейтинг по количеству Просто выступлений Нет не только Это один из критерий Это получается Как бы ради Просто того Чтобы выступить Ну наверное Это неправильно А вот То что мы должны Больше информировать Жителей о том Чем мы занимаемся И этим как раз Должны заниматься Все без исключения Депутаты Городской думы Мы это хотим Все-таки Сделать Кроме того Я считаю Что было бы правильно Если бы мы Вот как раз Такие обсуждения Проведения круглых столов Где бы участвовали Депутаты Профессиональное сообщество По тем вопросам Которые мы Будем рассматривать Общественность То есть Все заинтересованные Люди Обсуждали И освещали бы Это тоже Перед Жителями города Потому что Люди должны знать Чем занимается Городская дума Что она намерена Делать И видеть это В общем-то В форме Не каких-то уже Конкретных решений А еще на стадии Их обсуждения Вот когда На стадии обсуждения Тогда у людей Возникает Возможность Реально Включиться В этот процесс Потому что Не случайно же Вот И в общественной палате Мы обсуждаем То есть Выносим на суд Общественности Какие-то проекты Нормативно-правовой базы Я считаю Что это очень важно Кстати Я вот говорила Мне бы хотелось В нашей городской думе Создать некий Экспертно-консультационный совет Куда Опять же Вошли представители В том числе Среди массовой информации Поэтому Чем правильнее Чем больше Мы будем освещать Работу депутатов Тем Результат Будет лучше Вообще Вот к предыдущей думе К предыдущему главе города Из таких вот Как бы претензий Особенно часто звучало Давайте уточним В каком главе Валерий Николаевич Или Владимир Владимирович Вообще к предыдущим Скажем так Там даже не называя фамилии О том что Они не учитывают мнение Именно научного Экспертного сообщества Принимаются решения Которые Ну зачастую Ну там есть непрочитанные Там какие-то далекие Перспективы и так далее Вот я почему Как раз хотел спросить Вот вы говорите Что создать некий Экспертный совет Ведь у нас Советы общественные Какие-то еще Они существуют везде Но они довольно формальные Как сделать Чтобы он работал реально А вот мне бы как раз Хотелось Чтобы у нас работал Я думаю Что это зависит Еще и от организации Работы этих советов Если мы действительно Будем обсуждать Ну условно говоря Вопрос транспорта Вопрос городского транспорта Ну такой животрепещущий Меня как жителя города Давно не устраивают Многие вещи Например Вы видели Как наши водители Ездят городского транспорта Первое Нарушает правила Дорожного движения Я сама езжу Я вам могу сказать Заверить Я езжу Потому что я не умею Водить машину Я передвигаюсь Очень люблю ходить пешком Но иногда приходится И ездить Поэтому Во-первых Нарушает правила Дорожного движения Во-вторых Они же Так сказать В борьбе за пассажира Начинают устраивать гонки Это что означает Это значит Какие-то критерии Оценки работы Вообще Перевозчиков Они как-то выстроены Не так То есть То о чем мы сейчас говорим Вот это должно быть основным Вот Ну и многие-многие вопросы Там другие Поэтому Мы должны сюда Как раз Вот почему Мы там о транспорте Заговорили Мы должны В моем понимании Сейчас есть сформирована Комиссия по транспорту Да Ее возглавляет там Ерохин Денис Валерьевич Мы должны Мы должны На этой комиссии Возможно Даже потребоваться Создание Какой-то Некой Отдельной На период Рабочей группы Которая А Проанализирует Сегодняшнюю ситуацию Это ведь не только Поведение водителей Это вообще Состояние Вообще Работы Нашего Муниципального Предприятия Автотранспортного Разобраться Почему они у нас Убыточны И почему Большое количество Значит Как правильно Это называется Вы что имеете в виду Ну вот У нас же Весь город Поделен на Вот эти вот Каждый На минуту 23 ходит Маршрут Прошу прощения Вылетело из головы Да Вот Почему там Ряд маршрутов Отдан Там Субъектам Малого Предпринимательства Я Не хочу Ничего против сказать Но Ведь вот это все Что отдано Это на сегодня Используется Транспорт Если он не аварийный Ну тогда на грани На грани И у меня такое ощущение Судя по номерам Которые вот ходят А не других регионов В тех регионах Их просто списали Мы за копейку купили Еще поставили Значит Мотор Который работает На самом низком качестве Топливе Да И ездим Вообще-то у нас Тариф Который РСТ утверждает Он сформирован На стоимость Нормального топлива Там заложено Все необходимые Как бы Спектры Затрат Которые должно Нести Автотранспортное Предприятие И даже Некая Рентабельность То есть В принципе Это рентабельный Вид деятельности Но в то же время Мы должны понимать Это социальный бизнес Это социальный бизнес Потому что Он обслуживает И решает вопросы Большей части Граждан города Поэтому надо Разобраться Вот в этих всех вопросах На мой взгляд Я вот сегодня Говорю только то Что лежит на поверхности Поскольку Мы не проводили аналитики Мы не обобщали результаты Но Наверное Есть над чем Поработать И выработать Ну нормально Какое-то решение Почему например Мы Не активно Я бы так сказала Участвовали В федеральной программе Когда Какую имеете ввиду А у нас Существовала Последние годы Федеральная программа Которая стимулировала Регионы К переходу На Газомоторный Да Автотранспорт Работающий На газомоторном топливе У нас Удмуртия Я слышала Заменила Огромные Десятки Вот этих Городских Автобусов И перешла Это вопрос Экологии Это вопрос Обновления парка И его увеличения Понимаете И даже если мы Я не хочу Оглядываться там назад Но мы должны Работу над ошибками провести И составить Как мы будем действовать На перспективу То есть вы говорите О некой ревизии В том числе Я говорю о том Что в любом случае Анализ Я думаю об анализе Анализ Вы знаете Я бы хотела Чтобы не звучало Мое выступление Как некая критика Не-не-не Я считаю Во-первых Во-первых В городе Очень много Вопросов Решается В последнее время Активно И строительство Детских садов И приступили К строительству школ И значит У нас Водовод Да Уже который год Мы его тянем И путепровод Строим И то есть Есть вопросы По которым Мы движемся В этом году Мы сделали Серьезный прорыв По дорогам Это не означает Что Город не работал Над этими Всеми вопросами Первое Вот мое Такое убеждение Нужно Последовательно Делать то Все что начато В предыдущий Период Вот Но тем не менее Одно другому Не противоречит Анализ Состояния дел Нужно провести Абсолютно По всем отраслям По всем отраслям И не потому Что мы будем искать Какой-то там Не знаю Компромат Чтобы мы Поняли Как обстоит Дело И тогда мы уже Будем смотреть И решать Куда двигаться Вперед У этого анализа Видимо должны быть Разумные сроки Да Мне кажется Это довольно непостоянное Такое занятие Чтобы анализ Комиссия не стал целью Да Самоцелью Не-не-не Ни коем случае Должен просто постоянно Происходить Безусловно Но вот смотрите На первом этапе Я считаю Мы сейчас сформировали Постоянную комиссию У каждого обозначен Ведь мы же не случайно А комиссию по городскому хозяйству Разделили на две Потому что нельзя объять Необъятное Это значит Что мы не будем Качественно Изучать депутаты Те вопросы Которые будут поступать Потому что Ну требуется проработка А такое огромное количество Вопросов на одну комиссию Я считаю Оно снижает ее эффективность Мы ее разделили Да Поэтому Сегодня есть председатели Сегодня есть состав комиссии Сегодня каждая комиссия Вот мы Как я сказала Когда выберем Основные вопросы Определит Основные вопросы Которые мы Вот И в том числе Анализ Тех отраслей Которые они курируют Мы не собираемся Это затягивать И дальше Выстроим уже Нормальные плановые действия Вперед Ваши заместители Вы с ними будете Строго спрашивать Два заместителя Два заместителя Да У нас все-таки Шесть комиссий Мы предполагаем Что каждый заместитель Возьмет курирование Над тремя направлениями Я как глава города Конечно Ну это в общем-то Мой профессиональный Так скажем Долг Взять на себя Вопросы бюджета Финансов С точки зрения Там Аналитики Вот Но тем не менее Я считаю Что я тоже буду Участвовать Активно Во всех В работе Всех комиссий Высказывать Свои предложения Видения Потому что Моя предыдущая Работа Она уже Сформировала Там определенное Мнение По многим вопросам Я думаю Можно не напоминать Вы знаете Нет Я хочу сказать Чтобы понятно было Финансист Это не тот Который сидит С бухгалтерской книгой Это тот Который анализирует Состранение дел Всех отраслей Поэтому Мы Финансисты Областного уровня Мы ориентируемся Во многих отраслях Которые Так или иначе Получают Финансирование Из бюджета Поэтому Мне это дает Сейчас возможность Не пугаться Каких-то дел А все-таки Их Начать В нормальном Штатном режиме Кстати Насчет бюджета Если уж говорить Мы здесь когда Собирались С депутатами Помнишь Я думаю Поподробнее О бюджете После рекламы Давайте С Еленой Ковалевой Мы сегодня беседуем В рамках первого часа Морского понедельника Уже начали в перерыве Вопросы бюджета Обсуждать Мы еще до первого Даже в Москве Грядет Грядет Да Это пора Собственно Формирование бюджета Городского На следующий год Ну и на плановый период Да ведь там еще существует Какие тут основные моменты Елена Васильевна Вы видите Сложности Формирования бюджета Ну смотрите Действительно Там уже процесс На протяжении многих лет Вы следили Ну тем не менее Да Мы действительно Занимались Формированием Бюджетной политики На территории Всей области И я в курсе Вопросов Города И состояния бюджета И на сегодня Я бы не сказала Что там Состояние бюджета Там критическое Гораздо Нормально Устойчивый бюджет Но при всем При этом Тоже ежегодно Формируется дефицит Да И потом Задавать вопрос Почему у нас Такой госдолг Когда основной Источник покрытия Этого дефицита Это кредитные ресурсы Банков Его будет там Опять задавать Поэтому первая задача Балансировать бюджет Балансировать А вот Чтобы У нас Действительно Не сокращались Расходы Работать Над доходами Вот Просто Засучив рукава Аккумулировать Все доходные Источники Все резервы Бюджета Они у нас есть Они у нас есть Это и Работа С налогом На доходы Физических лиц Через Вовлечение Под его Налогообложение Тех НДФЛ Основной Источник 60% Из налоговых Доходов Это формирует Налог на доходы Физических лиц Поэтому Мы должны Активно работать Как раз С тем Чтобы все Платили со своей Зарплаты Налог на доходы Физических лиц Для этого Зарплаты Должны быть Официальные Вот Я вам и говорю Работа Как бы Не самая простая Я С ней Тоже Так сказать В этих процессах Участвовала Да Но я Как раз К этим вопросам Хочу еще И Привлечь И общественность И бизнес Потому что Вот я много Раньше Тоже Встречалась С бизнесом Они Начинают Говорить Вот У нас там Проблемы Потому что Создается Неконкурентная Среда Поскольку Те Они Налоги Не платят Показывают Нулевые Декларации По доходам И плюс Еще у них И люди Приняты на работу Неофициально Мы говорим Ну так давайте Вместе Они говорят Нет Вы как-то сами Вот этого Не должно Происходить Мы В этой Так сказать Мы тут Должны быть В одной лодке Для них Это тоже Вред А для власти Это тоже А и для общества Это вред Вы представьте себе Что мы не получаем Доходы У нас недостаточно Ресурсов Для того чтобы Строить сады Школы И решать все вопросы Второй момент Вот тоже В период Избирательных Компаний Подходили люди С конкретными Болью Дочь Приняли на работу Естественно Без оформления Трудового договора Происходит Несчастный случай Дочь решается Пальцем на руке Я помогла Это Серьезный вред здоровью А никаких Серьезный момент Налоговые доходы Бизнесом Бизнесом С промышленными Предприятиями Для наполнения Города Объединения Субъектов Субъектов Малого и среднего Предпринимательства Для того чтобы С ним повстречаться И выстроить Тоже работу Потому что Многие Я считаю Работают В белую Как мы говорим А вот те Которые Рядом И не хотят Не получать Господдержку Ничего Им важнее Находиться в тени Нежели показать Прозрачно Все свои Итоговые результаты Вот мы Здесь должны Тоже Находить Понимание Этой задачи Мне очень понравилось Такой термин Легальный Теневой бизнес Это страшно Легальный Теневой бизнес Это страшно Сколько лет Об этом говорят И ведь Буквально В прошлом году Уже на федеральном уровне В послании Уже это Тоже было озвучено Что Ну это Номер один Задача Бороться За Так сказать Легализацию Всех доходов И с неформальной Занятостью И в общем-то Общественным рынком Потому что Это реально создает И власти И обществу И бизнесу Только негатив Лена Васильевна Есть ли Уже мысли На данном этапе Ну с каких-то направлений Снимать финансирование Возможно В целях экономии С тех же расходов На Гордуму Или пока еще не успели Как-то проанализировать Вы знаете Я не хотела бы Забегать вперед Если позволите Давайте мы С вами еще раз Встретимся Когда мы уже Увидим проект Нашего решения Городской думы Когда у нас Будет возможность Его хотя бы Проанализировать Потому что Времени ведь У депутатов Как всегда Не так много И учитывая Что мы Новым составом Вот сейчас Только заходим У нас не было Возможности Работать в рабочих Группах Когда шел процесс Формирования Там показатели Экономические То есть нам Сейчас надо будет Быстро-быстро-быстро Все эти вопросы Наверстать Для того Чтобы сформировать Вот свою позицию Я допускаю Вот и скорее всего Так и будет Что бюджет Мы будем принимать В большей части Таким Каким он нам Будет несен Ну понятно Будут предложения Какие-то корректировки Но там В основу Ляжет то Что сегодня Сформировано При этом Никто же не сказал Что там все Неправильно Я считаю Что все там Как бы Все будет Сделано Как положено Но при этом Если мы будем Какие-то делать Корректировки Муниципальных программ По направлениям По дополнениям Это потребует Несения изменений В решении думы Соответственно Мы будем В ходе Исполнением бюджета Просто заниматься Его корректировкой Не надо Никаких революций Делать Вообще Любая революция Она несет Так сказать Только Дополнительную разруху Поэтому надо Последовательно Постепенно Причем Сначала разобраться А потом делать Потому что Иначе мы потом Будем уже Так сказать Еще и свои ошибки Потом поправлять Этого бы не хотела сделать Вот еще Насчет доходной части бюджета Все-таки Мне кажется Такой момент упустили Насчет привлечения денег За счет Каких-то федеральных Областных программ Ну вы знаете Я считаю Во-первых Мне очень нравится Формат И тот посыл Который идет От губернатора О том Что Все-таки Город Киров Это столица Советского края Это визитная карточка Куда приезжают Инвесторы Где живут Наши жители И Где живет Наша молодежь Вот Чтобы они не убегали Там в Москву Я про молодежь Сейчас А все-таки И про бизнес тоже Они тоже убегают Ну и бизнес тоже Да пусть убегают Лишь бы возвращались И чтобы их вот тут Все как-то устраивало Мы должны Работать в одном направлении И вот этот конструктив Во взаимоотношениях Он все-таки Дает мне уверенность Полагать Что многие вопросы Нам удастся Действительно До результата довести Я пока Поскольку времени мало Не буду вдаваться В подробности По федеральным программам Я считаю Что надо Опять же Любая федеральная программа Это соглашение С правительством Кировской области Соответственно Нам без правительства Кировской области Самостоятельно Конечно И здесь у нас Тоже общее понимание С Игорем Владимировичем О том Что там Где мы можем Подтянуть Федеральные деньги Их нужно сюда заводить Потому что Ни ресурс области Ни ресурс города Не позволяет Сегодня решить Тот спектр Вопросов Которые есть Потому что Финансы ограничены А у нас еще с вами Переходящие объекты Путепровод Водовод А это еще Дорогостоящие Остатки на следующий год Но меня уже радует То что Насколько я помню 800 миллионов Уже на Путепровод Там есть Проект федерального бюджета То есть мы его завершим На будущий год Да Значит Что будет по водоводу Пока Так сказать Еще нет решения Но я очень надеюсь Что вот Игорь Владимирович Добился Что в этом году Нам дали Из резервного фонда Правительства Российской Федерации Думаю Что таким же образом Мы его будем завершать Потому что По-моему В пределах миллиарда рублей Еще надо для того Чтобы завершить Ну Это Это важно Это нужно Но Все-таки Вот Затянулся Я бы так сказала Процесс Строительства водовода Да А затянулся Потому что Мы зашли в программу Которую В общем-то Первоначально понимали Что не получится Нам ее Выдерживать Там Зафинансирование 50 на 50 Это очень Обременительно Мы в такие программы Даже заходить не будем Вот Сегодня Есть Позиция В общем-то По всем Субъектам Каждому Исходя из его Бюджетной обеспеченности Определен Некий свой Процент софинансирования Для нашей области 5% Вот на таких условиях Надо во все программы Заходить Где только можно Где только можно Это и школы Это и Говорят Все-таки Планирует А для нас Ведь это очень еще Серьезная проблема С переселением Граждан из ветков Аварийного жилья Говорят Планируют продлить Ну вот Путин же дал поручения Я сама слышала О том Чтобы продлить Эту программу И мы ее очень ожидаем Потому что Ну вопросы там Они сегодня С повестки дня не ушли У нас есть Вот я была в Ленгасово Я опять же Опираюсь там На опыт Общения В своем избирательном округе Там есть В 2013 году Дома Признаны аварийными А в них еще Продолжают жить люди Туда заходить страшно Опасно для жизни Да по-моему Такие в Кирове еще есть Я вам и говорю Что Несмотря на то Что программа Там завершилась Первого этапа Там до 2012 года Да по спискам были Кто у нас попал А сама По себе проблема Она актуальности Не потеряла Нам еще очень много Сделать нужно В этом направлении И конечно Без федеральных средств Но это будет Крайне сложно Возможно ли включение В некую экологическую программу Нашего города Вы знаете Я считаю Что надо во все программы Включаться Где финансироваться Финансирование Конечно И вот на сегодня Я знаю Что у нас те объекты Которые есть По экологическим Там программам Ну пока В 2018 год Там объектов Кирова нет Ну вот это плохо Значит поэтому Нам надо выстраивать Отношения с нашим Министерством экологии Да С тем чтобы посмотреть Что мы можем Пусть не в 2018 Хоть в 2019 году Может поезды Какие-то надо подготовить Вот вопросы Берега укрепления Например Я считаю Во-первых Это нам позволит Завершить Что называется Нашу набережную Да А потом Это действительно вопрос Берега укрепления Очень важный А малые реки Кирова Есть ведь вы знаете Наверняка активисты Которые выступают За то чтобы облагораживать Чистить Если мы сейчас Начнем детализировать Но к сожалению Да Мы не успели То у нас наберется Очень много вопросов Поэтому Вот еще раз повторяю Чем больше мы будем Между собой общаться Да И обозначать Не в процессе критики А в процессе предложения И обсуждений Тем больше у нас Будет получаться вместе Давайте минутку Еще посвятим Таким Каким-то бытовым вопросом Распорядок дня Ваш как-то Слово сейчас изменился Серьезно Во сколько поднимаетесь Предыдущие главы Главы администрации Они не скрывали Там чуть ли не в 5 утра В 5 утра Как всегда говорил В 5 утра Я уже на работе Насколько серьезно Вы перестроили Свою графику Я могу сказать Что я в 5 утра На работу Не собираюсь ходить Вообще Все деловые Все деловые Контакты Которые вообще Реально можно начинать Начинаются в 8-9 часов Поэтому Каждому свое У меня Сложившийся Давно уже Устоявшийся Там свой График работы Я достаточно Тоже на ответственной Работе работала В основном Я встаю Пол шестого Зарядка Это неизменно Так сказать Уже вошло Пусть это 15 минут Но зарядка Завтрак Оделась И пошла на работу То есть Я предполагаю Что где-то Пол восьмого Я буду на работе Пешком ходить будете? Вот учитывая Что сейчас И рядом Допускаю Что пешком Я очень люблю ходить Николай пешком Я тоже пешеход Поэтому и спрашиваю Но вот у нас Женщины Видите Какая проблема Это все Каблучки Вот каблучки Тротуары нам надо делать Тротуары Тротуары Вот Поэтому Меня не расстояние смущает А вот то Что если я соберусь В офисной одежде Это не очень комфортно будет А так конечно Я люблю очень ходить Я каждый вечер гуляю Уж 7-8 километров Мы с мужем проходим Точно каждый вечер Цветов в городе Много будет? Александр Викторович Перескоков Он на протяжении Последних лет Он как-то особое Внимание этому уделял Самое главное Чтобы перекосов Люди ругают Почему однолетники Высаживают Цветы, клумбы Это все хорошо Но тут тоже должна быть Определенная мера И ведь это все денег стоит Может быть нам на эти деньги Стоит скверы озеленять Может быть Какие-то долгосрочные Действительно Деревья Садить Которые там Озеленять город То есть у нас У нас недостаточно Рекреационную зону Где бы жители могли Отдыхать И проводить свое время Вот Поэтому конечно Я считаю что Вопросы Городостроительства Размещение Опять же Этих скверов Зеленых зон Отдых Детских площадок Это все то Чем необходимо Ежедневно будет заниматься Лена Васильевна Мы уже перебираем Немножко по времени Но просто не могу Не задать этот вопрос Глава администрации Города Через месяц Он примерно Будет известен Мы на первом заседании Объявили конкурс У нас сформирована Конкурсная комиссия Десять человек Пять человек Предложены губернатором Пять человек Мы утвердили На заседании Думы Предполагается Что где-то 27 октября У нас будут Уже Мы подведем итоги И вот мы сегодня Тоже говорили Где-то числа второго Мы уже сможем Конкретную кандидатуру Там утверждать На Думе А сейчас есть персона С которой Вам было бы Приятно работать Давайте мы дождемся Не будем показывать Да Давайте не будем Торопить опять же События Давайте мы Дождемся Всех предложений Кто заявится Но мне кажется Что надо выбирать Будет Лучшего Из лучших Хорошо Вот так Мы По большому счету Так проскакали Ну а что А как Мы будем еще Приглашать Будем надеяться Не только в таком формате Вот как вы говорите Будем вместе с депутатами Чтобы Не просто говорили А может быть Такие решения Раздали Прямо здесь В студии И депутатам Сейчас пока сложно Все-таки Я вот им говорила Что Я считаю Что надо нам проводить Семинары Обучающие Потому что Я больше ориентируюсь В этих вопросах Но меньше Там знаю Или вообще Не знаю Вопросы Городостроительства Ну хотя бы В общих чертах Я должна знать Николай Понимаете Поэтому И так же Каждый депутат Ну у нас достаточно Кстати состав Самодостаточный Я бы сказала Вот все-таки Профессионалы К сожалению Приходится Завершать нашу беседу Спасибо большое Елена Ковалева Спасибо Что сегодня пришли К нам Надеемся На скорую Ближайшие встречи И разговоры У нас в эфире Всего доброго Мы не прощаемся Далее новости И новая тема Уже после 12.05 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...